Привет, друзья! С вами канал MarosLive и в сегодняшнем видео будем говорить о истории миграции нашего друга Антона Руденко, который дорос до руководящей должности, должности котельщика. Реально это или нет? Сейчас все узнаем. Антон, привет! Привет, Игорь, привет, привет! Ну что, Антон, рад нашей встрече наконец-то свершилась эта видеосвязь. Взаимно. С чего все началось? Расскажи, пожалуйста, как вообще попал в Чехию? Ой, ну, о ситуации в Украине я говорить не буду. У каждого своя личная ситуация. Начну с того, что решили ли мы с семьей как бы попробовать эмигрировать в Европу. Рассматривали разные варианты и Польша, и Чехия, и Германия, и все остальное. Ну и бороздя просторы интернета, наткнулся на вакансию и с программы по режиму Украина. Для Чехии конкретно. Начал изучать эту программу, что это за программа, как, что. И, в принципе, определились с супругой, что это, как бы, вариант нам подходит, потому что предлагали сразу же работу на два года. По программе режим Украина, да, напрямую к работодателю. Нашел подходящую вакансию на одном из сайтов одной компании. Выбрал, как бы, и попробовали. Подал документы. И вот я сейчас здесь. Начался вся эта история в восемнадцатом году. В девятнадцатом году я только сюда попал. И вот уже в этом году, в мае месяце будет два года, как и здесь. Ну, супер. То есть, получается, у тебя не было опыта трехмесячной езды? Нет, нет. До этого я за границей вообще не был. Только в Украине. Да, 15 лет я тарабанил у нас в стране. Да, имея высшее образование. Проработал я 15 лет на теплоэлектроцентрале. Начинал с должности начальника котельного цеха. Потом начальник производства технического отдела. И закончил уже, будучи главным инженером на теплоэлектроцентрале. Ну, даже имея такую должность и имея возможный карьерный рост у нас дома, мы все-таки решили свою жизнь, как бы, связать с Европой. То есть, решили мигрировать? Да, решили мигрировать по причине, ну, у нас в семье двое деток, два сына у нас. И мы хотим попробовать дать немножко лучшие условия для жизни нашим детям. Я понял. Хорошо. Скажи, пожалуйста, вот ты работал в Украине котельщиком, я так понимаю, да? Ну, в котельном цехе, да, да, да. В котельном цехе, то есть, разные должности были. Сюда в Чехию попал уже на эту же должность или какая-то другая была? Получается, да, была вакансия на котельщика и была вакансия на дежурного электрика. Я выбрал котельщика, потому что это мне более знакомо. Мое, как бы, резюме согласовали, утвердили. Я съездил на собеседование потом. И после этого началось оформление документов сюда, в Чехию, по программе режиму края. Во сколько тебе обошлось оформление, если не секрет, примерно, если помнишь, на скидку? Ну, в ноль рублей, ноль копеек. Единственные мои затраты были, это съездить во Львов на собеседование один раз. И второй раз съездить на Львов на подачу. Все. Все платила фирма, мы ничего не платили абсолютно. Ну, это супер. Да, было условие залоговой суммы, 210 евро. Нам ее по приезду сюда вернули назад. Круто. Смотри, такой вопрос. Когда приехали уже в Чехию, в каком городе вы были? Куда вы приехали? Мы приехали в городок Усти над Орлицей. Наша фирма называется Экола. Фирма является дочерней компанией большой такой фирмы Мариус Петерсон Групп, которая занимается в Чехии и не только в других странах сбором и утилизацией промышленных и бытовых отходов. А конкретно наша дочерняя фирма Экола и наше подразделение, куда я попал на вакансию котельщика, занимается обслуживанием энергетического комплекса и хозяйственного комплекса завода Автонеум. Есть такой завод Автонеум, он находится в городе Хоцинь. Это все в Пордубинском крае. И мы сюда приехали, предоставили нам жилье. Это был съемный дом. На первом этаже жил хозяин дома, на втором этаже жили мы с ребятами, с которыми мы сюда приехали. Много людей было в доме? Нет, три. Нас было три. Я один и семейная пара. Хотя еще комнаты были свободные. Я так понимаю, этот хозяин не занимался постоянным сдачей постоянного жилья. Да, это было договорено с нашей фирмой, с этим дедушкой. Ага. Ну, тоже в любом случае, думаю, условия были хорошие. Да, наша фирма, я так понимаю, сделала там ремонт для нас. Выкрасили там стены, ковролин, мебель. Все было комфортно давно, нормально, хорошо было. Я потом уже наперед забегу, сказал, что уже поменял жилье раза четыре. Поближе к работе. Хорошо, ты уже потом, если что, расскажешь более подробно. На какие условия работы попало? То есть, переехали в первый раз, там, мастерили. Да, приехали мы, куратор от нашей фирмы, с которой мы работали, нас встретил утром, мы поехали знакомиться на нашу фирму, познакомились с руководством, познакомились с нашими будущими должностными, как бы, обязанностями. Поехали конкретно на завод, потому что это здесь где-то километров 12 или 18 километров от нас. Поехали на сам завод, посмотрели условия работы. Задача наша, как котельщиков, заключалась в обслуживании энергетического комплекса конкретного завода. Сам завод «Автонеум» занимается производством тепло-шумоизоляции для разных марок автомобилей. Грузовых, легковых, всевозможных, какие хочешь. А получается, наша фирма «Экола» является в этом заводе, в «Автонеуме», как бы, подрядчиком по обслуживанию энергетического комплекса. В наши обязанности, в мои конкретно обязанности котельщиков, входило обслуживание паровых котлов среднего давления, там высокого давления нету и температур больших нету. Потом есть котлы, которые нагревают масло производственное для больших прессов самого производства. То есть там формы, которыми прессуются эти все изделия, они нагреваются за счет температуры масла, там 250 градусов температура масла. Есть у нас там три котла, которые греют, и конкретно это масло производственное. Плюс мы занимаемся обслуживанием воздухотехники, климатизации, пожарной сигнализации и всего-всего-всего, еще остального прочего. Компрессорные установки. То есть мы, как бы, наша обязанность следить за безопасной и безаварийной эксплуатацией этого оборудования. Есть еще у нас подразделения, которые занимаются конкретно уборкой территории и уборкой самих вот этих производственных помещений и оборудования. Вот так вот. Скажи, пожалуйста, сейчас рассказываешь такие вот, ну, для меня, честно, чужие вещи, я как бы в этой сфере вообще нулевой. Вот, как вообще быстро прошла адаптация по языковому, так сказать, барьеру? Потому что в Украине это одно, как бы на своем родном языке, а тут как бы на чешском все идет вообще по-другому. Как вот реально? Да, смотри, в июне месяце 18-го года, когда после собеседования у меня приняли документы на оформление рабочей карты, был озвучен срок изготовления, как бы, этой карты около 4-6 месяцев и может быть и больше. Я, если честно, получается, ждал практически 9 месяцев уже подтверждения и попал сюда в Чехию в 19-м году в мае месяце. Поэтому уже зная об этих сроках, условно говоря, я не терял времени, нанял себе репетитора по чешскому языку. Я учил, да, по скайпу с преподавателем из, кстати, из Полтавы. Учил чешский язык, 4 месяца я с ней занимался, то есть какой-то уровень у меня уже был. И приехавшись сюда, и как бы так пройдя краткое собеседование у нас уже здесь на фирме, я так понимаю, что руководители увидели мои хоть какие-то минимальные знания. Конечно, это было плюсом, естественно, но еще нам фирма обеспечила 3-месячный курс языка прямо на заводе. Мы до обеда своего времени занимались языком с преподавателем, после обеда мы ознакомливались со своими обязанностями. Три месяца позанимались, ну как бы... Не, ну это очень круто на самом деле, потому что не каждая фирма может так побеспокоиться о своих сотрудниках, тем более там из третьих стран, знаешь. Особенно сейчас, так это вообще в условиях коронавируса. Да, и благодаря тому, что у меня были хоть какие-то знания языка, плюс они еще немножечко добавились в общем случае, и руководство нашей фирмы обратило как бы внимание на знающего молодого специалиста в этой области, и начали дальше меня подтягивать в плане нормативной базы по Чешской республике. Мне был обеспечен как бы преподаватель по котлам, по сосудам, работающим под давлением, трубопроводы, воды и пара. Это если приводить как бы на наш язык, они немножко у них там по-другому все называются. Я еще месяц занимался по этой специальности, потом через месяц сдал экзамены, получил сертификаты по этим всем делам и, ну, соответственно, допуски на самостоятельную работу уже здесь. Ну, плюс, да, плюс дальше еще там всякие высокосдвижневозыки, карщик, удостоверение, это все как бы паровозом прикладывалось, но тем не менее. То есть это все тебе обеспечила фирма? Да, абсолютно, я ничего сам не делал, и опять же скажу еще наперед, мне сейчас еще опять предстоит сдавать экзамены по электробезопасности, ну, как у нас в Украине здесь, как бы называется, выглажка 50. Вот, здесь еще мне нужно сдать экзамены по электрической части и получить допуски к самостоятельной работе по электрической части. Ну, вот что значит, это как бы больше сейчас для ребят, да, информация, что нужно себя правильно поставить, нужно не терять время, просто изучать тот же язык на базе, и все реально. Все в наших руках, совершенно верно, все в наших руках. Когда приехал, вот, первый раз, какой у тебя был режим работы, какой график был? Ну, поначалу мы работали по 8 часов, так как мы учили чешский язык. 8 часов, у нас, получается, фабрика работает по трем сменам, с 6 утра до 2, с 2 до 10, с 10 до 6 утра. Да, стандартно, и они на выходные не работают. Там, получается, пятница заканчивается, суббота, воскресенье у них выходной, но бывает, у них есть заказы, и бывает, есть смены, когда работают на выходные. Особенно это было вот перед праздниками, они там, я так понимаю, годовые нормы доделывали, там, круглосуточно работали. Вот, ну, а мы, как обслуживающий персонал, именно, и плюс стажировщики, мы работали с утра только, 2 выходных, как положено, а после того, как я уже получил допуски к самостоятельной работе и перешел работать конкретно в котельную, у меня был 12-часовый график смены, то есть с 6 утра до 6 вечера, и с 6 вечера до 6 утра. И нас 4 человека в сменах, там был текущий график, кстати, я такого графика не видел, он как бы нестандартный, не такой, как у нас в Украине, там ты работаешь 3 дневных, выходной, ночная, отсыпной, 3 ночных, короче, вот как-то, я его до сих пор, если, к сожалению, не могу запомнить. Это, наверное, краткий длоги ихний, да, называется? Да, я не понимаю, как они там считают их, но суть в том, что, да, по 12 часов я работал, вот такой был у нас график. Ну, то есть, грубо говоря, за месяц у тебя выходила стандартная норма, там, 160-170 часов? Да, стандартная норма, это 15-16 смен, в зависимости от длительности месяца, но такая ситуация лично у меня сложилась, так как у нас 4 человека, резервного на замещение человека не было, получалось, людям нужно было, моим коллегам, уходить в отпуска, некоторые болели, были больничные листы, и приходилось нам эти смены, как бы, дозамещать. И иногда, кстати, очень часто получалось, что у меня были переработки по этим часам, то есть за 200 часов, 210-230 даже были месяца, когда я нарабатывал. Ну, и главный вопрос, что теперь переходим же к зарплате, сколько реально получалось за обычную норму? Начинал я, начинал я из 130 крон в час. Это чистого или грубого? Это грубого. То есть до вычета налогов? Это грубого. То не в курсе, если что? Да, до вычета налогов 130 крон в час, плюс были премии, если ты не пользуешься больничными листами, если ты не прогуливаешь работу без уложительной причины, тебе там, как бы, накидывали. В прошлом году, в марте месяце, ставку нам подняли на 140, плюс 10 крон премиальных, получается, как бы, так, да. Ну, в среднем за месяц реально обычно рабочие там 170 часов выходило сколько? В чистом уже виде с выплатой налогом, примерно. Ты знаешь, я даже, ну, ни разу не получал за 160 часов, у меня там были немножко больше. Ну, больше 22-24 тысячи в жирный месяц было даже там побольше. А такого плана, как 13-е зарплаты у вас премируют? Нет, у нас, к сожалению, лично у нас на фирме такого нету. А ребята, которые с Автонеума, они получают 13-е зарплаты, у них есть квартальные премии, и, ну, плюс у них там вообще совсем другая бонусная система, у них там и питание, и все остальное. Мы, как бы, независимое государство в этой фирме, у нас, к сожалению, таких дотаций нету. Нам на праздники эти новогодние дают там бонусы, там, сертификаты на продукты на 2000, на 1500 крон. Ну, вот это единственное бонусное, какое у нас есть в пошлении. Не понял. То есть, из питания получается тоже все с собой, либо... Все с собой, или, либо же за полную стоимость комплексного обеда. Ты платишь, это где-то около 80 крон получается комплексный обед в заводе на столовой. Кормят, кстати, хорошо. Ты знаешь, ну, сам прекрасно знаешь, специфика у чешской кухни. Есть блюда, которые вкусные, есть такие, что можно было бы и получше. Но, в принципе, им нравится тем, что они огромные, очень огромный комплекс. Ты, в принципе, наедаешься, конечно, в этом плане, да. А ребята, которые там работают, у них обед обходит, как бы, получается, 30 крон в час. Ой, фу, в час за обед, пардон. Хорошо. А ты вот говорил, что ты уже поменял много раз жилье. Вот сейчас у тебя вот последняя уже квартира. Вот расскажи реально о ней, как снимал, как платил, как каоцы там всякие и все такое. Сейчас уточню. Ну, во-первых, я сейчас не живу на квартире, к сожалению. Жили мы у этого дедушки. И в связи с тем, что у меня поменялся рабочий график по 12 часов, мне было вечером неудобно добираться до места жительства. Мне надо было там, грубо говоря, если я приезжал вечером после 7 часов, мне надо было пешком идти 6 км домой. Потому что уже не автобусы тогда, в ту сторону, в эту деревеньку, где ты жил, это дед не ходили. Поэтому мне пришлось снять общежитие, комнату в общежитии поближе к железнодорожному сообщению, чтобы я мог доехать, то есть буквально там, вот 15 минут я уже на работе по железке. Это я себе сделал там проездную карту на целый год, короче, оттуда-сюда. Это один раз я поменял. У деда я платил 4,5 тысячи за койко-место в месяц. Здесь в общежитии, там более современный ремонт был сделан, хорошие условия. Здесь я платил 6 тысяч в месяц. За койко-место? За койко-место, но из-за того, что я жил один в комнате. Я специально так договаривался с хозяином, чтобы я жил один в комнате, чтобы мне никого не подселяли, поэтому я переплачивал немножко. А потом я переселился еще в другое место, опять же, как бы такое общежитие. Ну, здесь, получается, на втором этаже хозяева живут в Чехии, а на первом этаже они сделали комнаты, и здесь как бы условия проживания, ну, более-менее сносные, так сказать, но мы планируем с супругой уже снимать квартиру, сейчас посмотрим варианты. То есть сейчас ты еще пока на общежитии, я так понимаю? Да, я сейчас пока еще на общежитии. Да, ну, в любом случае... Цена, да, цена нам получается с женой вместе у нас получается 9 тысяч на двоих. По 4,5 образа. Да, у нас получается здесь комната своя, вот она, не знаю, ну, квадратов 12 общая, кухонный уголок отдельно стоит, и у нас отдельно свой санузел с душевой. У всех остальных ребят они как бы общие. Ну, это круто, это хорошее условие. Здесь перед тем, как мы сюда заехали, нам хозяева сделали ремонт, вот выбилили там стены, положили новый ковролин. Ну, в принципе, для начала нам как бы с женой этого хватает. Да, ну, я так тоже помню, ты как раз написал по поводу воссоединения, и, кстати, тебе тоже спасибо большое. В некоторых моментах тоже мне помог. Вот. Как проходило воссоединение? Расскажи в двух словах на своем опыте. Да, значит, ну, решили мы воссоединяться как можно быстрее. В общем, все здесь как бы у меня все устаканилось, стабилизировалось в плане работы. Я понимал, что я не буду уже менять работодателя, и уже пришло время оформлять документы на воссоединение с семьей. Решили мы сейчас, вернее, перед Новым годом, по какой схеме пойти. Я воссоединяюсь на себя супругу по долгосрочному пребыванию, а уже немножечко позже мы будем делать воссоединение на двух детей. Да, в принципе, как? Ничего там сложного нету. Благодаря твоим видео и информации, которые есть в интернете, собрали пакет документов, подались, но и опять же мы попали на этот пресловутый коронавирус. В общем, нам была назначена подача документов на март месяц, а фактически супруга подалась аж в июне. И с июня месяца по декабрь, вот мы сидели ждали, в декабре месяце пришло, в конце ноября пришло подтверждение о том, что нам все согласовали. И я взял отпуск, поехал в Украину, побыл месяц дома, отпуск свой, и приехали с супругой уже сюда вдвоем. Сейчас мы в стадии ожидания ее карты, на работу ее пока не хотят брать, нет подтверждения о том, что она имеет карту на руках. Здесь находится легально. Да, да, да. Они это все понимают, но к сожалению, какая ситуация получилась. Мы прилетели в Прагу, быстро сдали тест, на следующий день поехали в полицию, поставили ее на учет, и буквально через два дня ее вызвали на биометрику. То есть, как-то знаешь, как-то так все быстро проходило, потому что у меня, когда я приезжал, у меня весь процесс получения рабочей карты занял три месяца. Я приехал в мае, а получил карту аж в августе. И в общем, я ее после сдачи биометрии назначили 25 февраля и уже срок забрать карту. И в полиции дали всего лишь одну бумажечку о том, что вам назначена дата, на когда вам надо приехать на эту карту. И не указано, к сожалению, что это будет за карта, какой это вид на жительство или какая это виза, знаешь, для этого самого. Я ее предоставил работодатель, а работодатель говорит, ну здесь же не написано, что она по долгосрочному пребыванию. И, короче, они там, фирма поставила запрос, проконсультировались, им рекомендовали подождать, когда супруга получит карту, для того, чтобы ее можно было официально трудоустроить. Короче, супруга сейчас пока проходит процесс адаптации, ознакомливается с культурой Чехии. Да, она ходит, радуется, природа, в общем, знаешь, как все, мы первый раз сюда приезжаем в розовых очках, в общем, все такое. Нет, ну, в любом случае, это тоже нужно, это пройти, чтобы посмотреть и понравиться, не понравиться, в любом случае, это круто. Расскажи, пожалуйста, о такой теме, вот, про автошколу, потому что я вот слышал, ну, слышал, точнее, видел одно из наших видео, написал комментарий, что получил права. Вот мне интересно это тоже узнать, потому что в процессе планирую это все. Я, допустим, скажу сразу, я не водитель, автомобиль никогда не водил дома в Украине, прав украинских у меня, естественно, тоже нету. Ну, в процессе обучения и всего остального, когда я защищал там свои удостоверения, мне предложили, сама фирма говорит, мы тебя предлагаем выучиться в автошколе. Пойдешь, ну, думаю, пойду, если, говорю, что это будет стоить? Ничего, мы все заплатим. Говорю, о, это вообще супер. Они предложили сначала мне сдать на категорию Б, С, то есть легковой автомобилей, грузовой. Но, к сожалению, опять же, пресловутый коронавирус, кризис, это все, как бы, отменил. И автошкола, которая учит на категорию С, здесь у нас по месту, они не взяли меня как студента, мотивируя тем, что, типа, карантин. Ну, пришлось мне обучаться в частной автошколе, я в феврале месяце прошлого года начал обучение, потом это все закрылось на некоторый период, потом снова открылись, там были разрешения для автошкол, и в этот период, где-то, получается, в марте месяце, в конце марта, я сдал на права на вождение, сдал теорию, сдал вождение с первого раза, и сейчас у меня есть жидичак, как говорят чехи. Супер, это круто, я поздравляю тебя. Это такой шаг, знаешь, в Украине, который бы, наверное, тяжело бы, ну, не то, что тяжело, наверное, без охоты это можно было бы реализовать. Да, я как бы лично, я не водитель, мне не горит этот автомобиль вообще, но сейчас, в данный момент, забегу наперед, езжу сейчас на служебном автомобиле, и как-то уже начинается хотеться. Почему вы не? Новая страна дает новые возможности, почему бы их не попробовать, это круто. А что платил за автошколу вообще, как, вообще, расскажи в двух словах, как вообще происходит вся эта система, прийти, уйти, куда, что? Я, ну, меня попросили найти, вернее, предложили выбрать любую автошколу, в какой хочешь учиться, ну, именно в регионе в нашем, где ты можешь. Я посмотрел там ценовую политику, туда-сюда, короче, поспрашивал у наших коллег, у чехов местных, где, говорю, хорошая автошкола, они мне порекомендовали одну автошколу. Я пришел туда, узнал, что нужно, сказали, нужно написать заявление, нужна от тебя справка, туда-сюда. Я им объяснил, что, говорю, за меня фирма заплатит эти деньги, они говорят, не вопрос, они выставили там счет, фирма все оплатила. Я пришел на медосмотр для того, чтобы, как бы, учиться в автошколе. Фирма, опять же, оплатила этот медосмотр у доктора, я ничего не платил. Ну, подал заявление, сдал документы, и все, пошел на занятия. Если я сейчас не ошибаюсь, там, немножко в цифрах запутаюсь, там, 24 часа, по-моему, езда и 18 теорий, или что-то в этом роде. То есть это примерно, если бы не коронавирус, где-то в районе 2-3 месяцев было бы, да? Ну, в общем, да. Можно было там, кстати, если хочешь для себя или чувствуешь, ты можешь дополнительное занятие брать, но это уже лично сам оплачиваешь. Да, еще интересный такой момент был, здесь есть ПТУ, где выпускают уже специалистов молодых ребят, и плюс, вот знаешь, как у них дополнительно там есть бонусная программа, типа, права им дают, там, прям в ПТУ. У них там есть тренажер Шкоды, то есть полноценный тренажер, на котором предполагалось учиться с начала вождения, но, опять же, из-за коронавируса я туда не попал, на этот тренажер, поэтому приходилось уже учиться вживую сразу. Как проходили езда, практика, расскажи. Ну, теория это понятно, чешский язык, правила, это новые слова, сидел, голова кипела, штудировал эти тесты, тесты там из 384 вопроса, по-моему, всего общих. Но это на две категории? Это на все полностью. А, полностью. Это вообще тесты правил дорожного движения. Значит, так проходило обучение, приходишь на теорию, отучиваешься, там буквально час-два, в зависимости от чего, и уже это с преподавателем договариваешься о свободном своем времени, когда ты можешь проходить курс вождения. Буквально это два-три раза максимально приходило в неделю вождения, то есть обычно по будням, и можно было даже в выходной день. Ну, в принципе, что, первое занятие пришел на ознакомление, там показали руль, где что настроить, что где включить, знаешь, как обезьяна, кстати, учился на Шкоде Фабии, такая интересная машина. Вся светится, знаешь, я же говорю, как первый раз в первый класс. В общем, туда-сюда поездили на полигоне, восьмерочки, задний ход, и преподаватель сходу говорит, все, едем в город. Говорю, ну как в город ехать? Я же говорю, никогда не ездил. Он мне говорит, ничего, педали у меня есть до руля, я дотянусь, поехали. Выбежка автошкола тоже ездит. Да, да, да. Вот, а так началось мое обучение, потихонечку, 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 потом пришло время сдачи экзаменов. Сами преподаватели решают, когда ты готов или не готов. Они говорят, вы, в принципе, готовы, можете смело сдавать. Мы назначаем вам дату с комиссаром, который будет воспринимать экзамены. Назначили дату. Единственное, что я оплачивал, я оплатил за экзамен, вот за экзамен 400 крон, по-моему, или 700, я сейчас не скажу. И за изготовление самих водительского удостоверения. Это были мои расходы, хотя я мог их предоставить чеки на фирму, мне бы их как бы компенсировали, но я уже это не стал. Решил не наглечь, да? Да, да, да. Если я не ошибаюсь, курс мне обошелся, ну фирма, вернее, заплатила, по-моему, в 13 с половиной тысяч. Ну да, так тесты, курсы так и стоят, где-то от 10 с половиной до 13, в зависимости от города, региона, автошколы и так дальше. Да, ну и в принципе пришли, мы сдали теорию. Сдаешь на компьютере в присутствии комиссара под наблюдением видеокамер, чтобы нигде не махлевать. В общем, сдаешь тест, когда сдаешь тест, если он у тебя положительный в плане сдачи, можешь сдавать вождение. В этот же же день мы сдавали вождение. Сдали без проблем. Было немножечко там, как таковых нарушений, комиссар там но-но-но. Смотрите, аккуратнее. Вот мы ездили в свое время, начал мне рассказывать историю. Говорит, у вас сейчас машина, практический автомат, вы едете потихонечку. А мы когда ездили, нам вложили пинг-понговый шарик на торпеду, короче, и мы так сдавали. Ну, в общем, послушал его еще истории, покивал головой, расписался, будь здоров. Не, ну круто, это супер. Знаю, что ты сейчас уже в новой должности. Да, уже почти. Ну, вот-вот-вот-вот-вот. Значит, какая ситуация. Как получилось так? Да, была неожиданностью полностью. Получается, вот, наш костяк, коллектив складывается из котельщиков, обслуживающего персонала, там, ремонтников, уборщиков и все остальное. Вместе нас там 19 человек и наш руководитель, у которого должность называется Facility Project Manager. Это наш руководитель, который непосредственно руководит нами и сотрудничает напрямую с заказчиком, то есть с заводом. Выполняем все ее требования и все остальное. После того, как я вернулся из отпуска, я вернулся 4 января, сдавший тест, придя на работу 6 января, мне в лоб шеф говорит, готовься на новую должность, я типа иду как бы на повышение у себя там, у нас на фирме, будет он типа, да, начальник, ведутся и провозу, он теперь у нас. И говорит, я тебе уступаю свою должность, потянешь, хочешь? Я сначала, конечно, растерялся, потом думаю, предлагаю, надо пользоваться таким шансом, потяну, все, вперед началось оформление, представили мне 11 числа уже перед коллективом завода. Ну и в принципе я этих людей и так знал по ходу своих функциональных обязанностей. Ну тем не менее, потом познакомились с директором самого завода, прошел там собеседование, услышал его требования ко мне. Сейчас потихоньку принимаю дела от своего шефа, в течение месяца мне нужно это все принять, ознакомиться с моими обязанностями и вперед из песни. Сколько у тебя теперь в подчинении людей? Ну получается 19. 19 человек, из них 18 чехов и одна украинка и будет еще моя супруга, тоже в подчинении. Но супер, это очень большой успех и пример такой, знаешь, для всех, кто будет смотреть, видишь, что не все так плохо на самом деле, показывай себя, рекомендуй и все будет. Да, это 100%, все зависит только от нас, ну и маленькую долю вероятность от случая. Ну в основном я поддерживаюсь в той политике, что все зависит только от нас. Хочешь, вперед, не хочешь, не хочешь. Оставайся либо на месте, либо иди назад, правильно? Совершенно верно. Супер. Тох, ну у меня в принципе вопросов к тебе больше нет. Я честно рад за тебя и рад, что мы познакомились с тобой, потому что очень приятно общаться с такими людьми, которые двигаются вперед, которые не есть балластом, которые, знаешь, приехали и просто сидят на попе ровно и не знают, что делать и ищут какие-то причины, там, то язык, то еще что-то. Конечно, классно, конечно, находить такие фирмы, которые реально помогают еще в этом адаптироваться, развиваться, не дают как бы заднюю, таких может мало, конечно, в той же Чехии, но они есть. И мы на твоем примере это видим. Совершенно верно. Тебе только развитие, только расти вверх и заменить уже в дальнейшем этого твоего начальника, стать ведутым провозом. Посмотрим, может быть, и хорошая работа, поэтому и не стоит его как бы подвигать. Ну хотя, за свое место под солнцем нужно бороться всегда. Это жизнь, это жизнь. Может он сам предложит тебе этого. Антон, давай вместо меня, а я пойду еще выше. А мне сейчас, кстати, пришло в голову, что я вспомнил на собеседовании у директора. Мой директор конкретный говорит, мы сейчас как бы вырастим этого кадра за пару лет, а потом его как бы продадим подальше. Типа, знаешь, у них это нормальная тема, вырастить специалиста и где-то подороже продать. Поэтому тут все может быть, оказывается, все может быть. Антон, еще забыл у тебя спросить по поводу нострификации. Как проходил нострификацию дипломом? Как бы мне она не нужна была по большому счету. Если бы я хотел работать конкретно по своей специальности, возможно, было бы я для себя и бы ее сделал. Мне не нужна была нострификация. Я обучился здесь, я получил эти сертификаты, допуски к работе. По большому счету, диплом мой подтверждает только мое высшее образование, которому на тот момент мне не нужен был здесь на фирме. Но так как теперь мне предстоит руководящая должность, и мне нужно еще сейчас подтянуть эту электрику, показать о том, что у меня есть высшее образование. Сама фирма предложила мне сделать эту нострификацию. Вернее, они сказали так, что тебе нужно ее сделать теперь по-любому. Просто я показал им свой диплом, выписку, все остальное. Они отправили ее в Прагу, где все эти дела нострифицируются конкретно по моей специальности. И оттуда пришел ответ. Все, ребята, вот ваш диплом готов. Теперь вы пан Руденко и ст. пан инженер. Вот и все. Ну, гратулуя, вы, да. Да. Теперь я здесь могу уже подписываться в статусе пана инженера. Ну, инженер Антон Руденко. Супер, супер. След свой оставишь теперь на чешской земле. Да. Хорошо, Антон. Тебе спасибо за интервью. Пожалуйста. Спасибо большое, что искренне поделился своим опытом, своей историей иммиграции. То есть я же говорю, тебе только дальшего роста забрать детей, все реализовать здесь уже в Чехии, как хочется. А может быть и дальше, кто его знает. Может быть и на другие европейские страны. Да, 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 все посмотрим, посмотрим. Поэтому только вперед и ни шагу назад. Совершенно верно. Только вперед и сверн. Спасибо и на связи. Спасибо. До связи, пока-пока. Вот такая вот история, ребята, у нас получилась. Шикарный пример того, что не нужно ни перед чем останавливаться. Нужно ставить цели, добиваться их и доводить все до нужного русла и к счастливому концу. Поддержим это видео своими лайками. Делимся своим впечатлением, мнением в комментариях. Делитесь этим видео со своими друзьями. Ну, а мы будем на этом прощаться и увидимся уже в следующем выпуске. Всем удачи, до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok